Всем привет! Как известно, вселенная SCP появилась в разделе X англоязычной анонимной борды 4chan, где люди обсуждают про нормальные истории и конспирологические теории. Но в отличие от телепередач на эту тему, истинный анонимный пользователь интернета ценичен и холоден, с одной стороны, а с другой, ценят и любят разного рода безумие, извлекая из него веселье и вообще удовольствие. В этом видео я предлагаю немного вернуться к корням и рассмотреть, какие конспирологические теории из мира реального повлияли на мир SCP. Вернее, я изначально хотел рассмотреть несколько таких теорий, но по ходу дела обнаружил, что на одной из таких теорий основана чуть ли не вся вселенная SCP, так что это видео о ней. И сразу оговорюсь, если вы относитесь к таким теориям без тонны иронии, я советую вам как минимум применять ко всем из них такой прием, известный еще с бородатых времен Средневековья, как бритва имени вот этого вот дядьки, Уильяма Акама. Суть этого метода в том, что правдой следует считать ту теорию, которая требует меньше предположений и допущений. Впрочем, как известно, проблема большинства конспирологических теорий в том, что они не просто содержат много предположений и допущений, они нередко состоят из них целиком, но тем веселее. Так что надеваем шапочку из фольги и погнали. В объекте SCP-231 особые требования к персоналу упоминается загадочная процедура Монтаук, которая не дает родиться в нашем мире Алому Королю. Вся процедура в рамках вселенной SCP никак не описывается, так что для того, чтобы узнать, чем она может быть, нам нужно выйти за пределы мира SCP и переместиться в мир чудных конспирологических теорий. Впервые о процедуре Монтаук заговорил некий Петерсон Николс, житель Нью-Йорка, который заявил, что его память обработали чем-то, что заставило этого человека забыть большую часть своего прошлого. Но теперь воспоминания возвращаются, и на основе этих воспоминаний Петерсон написал несколько книг, в которых описывались эксперименты некой секретной правительственной организации, которая обосновалась в подземных базах, замаскированных под обычные военные объекты, и в своих подземных лабораториях изучала путешествия во времени, телепортацию, ловила инопланетян, управляла людьми на расстоянии и, конечно же, стирала память всем лишним свидетелям. В том числе эта организация занималась проектом под названием Монтаук. Для своих жестоких экспериментов со всеми этими вещами тайная организация похищала людей, обычных американцев, и использовала их как расходный материал. И тут половина зрителей скажет, блин, да это же и есть фонд SCP. Неужто идея фонда SCP взята из конспирологических теорий? Да, так оно и есть, отвечу я вам. По сюжету книг, все это происходило недалеко от Нью-Йорка, в местности под названием Монтаук. Откуда, собственно, это слово и пошло, где на старой военной базе под названием Кэмп Хиро, с большим радаром на поверхности и с огромной секретной лабораторией под землей, ученые, работавшие на тайную организацию, во время безумного эксперимента под кодовым названием Монтаук жертвовали тысячами невинных людей, что привело в итоге к тому, что в 1983 году образовался разрыв в пространстве и времени, после чего проект Монтаук был закрыт, а сама секретная организация занялась сокрытием этой аномалии от общественности. В этом всем по ходу дела замешан стандартный набор всякой конспирологической нечисти. Серые пришельцы, иллюминаты, экстрасенсы, монстры из параллельных миров, и, конечно же, загадочные агенты в духе людей в черном. Книги про проект Монтаук хоть и были редкостным бредом, но представляли собой вполне годную художественную литературу, а потому быстро приобрели широкую популярность. По ним было снято несколько фильмов и написано множество производных книг. Например, я несколько раз встретил утверждение, что сериал «Очень странные дела» был снят по этим книгам, вернее, взял их за основу. Также многое оттуда брали и люди в черном. Да и вообще-то тут-то там можно найти отсылки и упоминания о мрачных подземных лабораториях, в которых содержат монстров, аномалий и проводят страшные эксперименты на людях. Можно еще вспомнить X-Files, конечно же, ведь истина где-то рядом. Но весь этот мейнстрим пусть разбирают всякие популярные киноблогеры. У нас же тут тайный фонд SCP или где. Так что нас интересуют более андеграундные образцы. И одна из таких вещей – это псевдодокументальный фильм. Хотя насчет приставки псевдо тут уж как кому интереснее смотреть. Мы тут без предрассудков. Фильм «Хроники Монтаук» 2014 года. На АМВДБ фильм имеет оценку в 4.3 балла из 10, что почти на целый балл ниже «Зеленого слоника». Так что блюдо что надо. Интересен этот фильм еще и тем, что в нем снимался сам Петерсон Николс, то есть тот самый автор всех этих книг про проект Монтаук. И сразу скажу, что посмотрев на момент написания этих строк половину фильма, не совсем понимая, почему большинство ставит ему такие низкие оценки. Возможно, у американцев горит задница от того, что в фильме говорится, что американское правительство совершает злодеяние. Другим не нравится нереалистичность событий, показанных в фильме. Но те же самые люди ведь не раздражаются, например, от летающих машин в Гарри Поттере, или там кольца всевластия во «Властелине колец». А как художественное произведение, фильм смотрится вполне нормально. Тем более, что в самом начале фильма нас встречает большая надпись о том, что никаких пруфов сказанного нет и не будет. А потому мы смотрим художественный фильм, поднимающий некоторые вопросы. Сказка-ложь, как говорится, давний намек. Правительство и государство особенно добрым не бывают, и всегда занимаются чем-то подозрительным. Главный герой фильма, когда-то заинтересовавшись темой базы Монтаук, посвятил ей большую часть своей жизни. В первый день своего исследования он посетил заброшенную военную базу Хиро Кэмп, где залез в здание радара и сделал вывод о том, что у здания определенно есть подземные уровни. Однако проникнуть туда он не смог, из-за того, что подземелья здания были затоплены или залиты бетоном. Решив, что на месте ничего узнать не удастся, он отправился искать очевидцев событий. Далее, в целом, картина построена как серия интервью людей, утверждающих, что они были похищены еще в детстве, и их увезли на секретную базу, где американское правительство проводило чудовищные эксперименты, в которых выживали единицы. Но первое интервью — это, конечно же, интервью с автором всех этих книг, проект Монтаук, Престоном Николсоном. Он говорит, что был ученым на секретной базе, где они содержали и исследовали технологии пришельцев, и существ, пришедших не из нашего мира. И где-то на этом месте я подумал, что не хватает только упоминания SCP. Но тут я заметил сокращение. От Кэмп Хиру Стейт Парк, что будет CHSP. Странное созвучие. Совпадение? Не думаю, как говорится. Во втором интервью человек рассказывает, как поехал как-то отдыхать в эту местность, Монтаук, и там старые воспоминания внезапно начали проявляться. Видимо, чувака отпустило от амнезиаков. И он вспомнил, как его держали на подземной базе, и проводили с ним различные эксперименты, используя аномальные артефакты, в том числе и инопланетного происхождения. А потом он начал рассказывать, как его похищали серые пришельцы вечером из кровати, и возвращали утром в кровать, чем порушил всю атмосферу загадочности с заметным превышением допустимого уровня бреда. Ну да ладно. Агенты секретной организации, занимавшиеся проектом Монтаук, похищали неблагополучных подростков на улицах и увозили их в подземные базы, где их держали в отдельных бетонных камерах. Жаль, конечно, что не в оранжевых комбинезонах. Затем разум этих подростков частично разрушался, и в разрушенную область внедрялась сущность из другого мира, причем последнее делалось путем какого-то ритуала, который проводился еще на каком-то волшебном кресле, полученном американскими военными от пришельцев. И вот на этом месте люди, которые смотрели видео про Алого Короля, должны были сильно удивиться. А кто не смотрел, рекомендую поставить видео на паузу и таки пойти посмотреть про Алого Короля на этом канале и удивиться тоже. Ссылку оставлю в описании. В этом и заключалась процедура Монтаук, и она была настолько мучительной и пугающей, что большинство из тех, на ком она испытывалась, умирали. Выживал только 1% из тех, на ком проводилась процедура. В фильме говорится о том, что процедура Монтаук проводится для того, чтобы цивилизация не была уничтожена, точно так же, как это происходит с SCP-231. А вот, кстати, кадр, который показывается в момент, когда объясняется работа Монтаука, ну чем вам не Алый Король? Кроме того, организация, так же как и SCP, использует подопытных для взаимодействия с иномирными артефактами и для опасных заданий. Там у них даже в третьей четверти фильма нарушение условий содержания происходит, ну чем не фильм по SCP? Экстрасенс, который всем этим процессом руководил, потек крыши от ужаса происходящего в ходе процедуры. И сделал что-то не так, после чего в мир ворвалось какое-то чудовище, которое всех кругом пожрало. Чудище удалось побороть, но эксперименты после этого прекратились. В конце фильма проводится, впрочем, не очень интересный нам в рамках этого видео параллели, с программой МК Ультра, которая, к слову, оказалась не конспирологией, а вполне себе реальным событием, чем автор фильма, как бы, наверное, хочет намекнуть, что, типа, дыма без огня не бывает или что-то такое. Потом еще приплетаются иллюминаты, но тут уже моя логика бессильна, к сожалению. Ладно, фильм в целом достаточно бредовый, но главное, что он снят по книгам о проекте Монтау, и похоже, что SCP взял очень много из этой конспирологии. Вот такие дела. Да, по этим книгам есть еще один фильм, набравший аж три звезды из десяти. Погружаемся глубже в андеграунд, вот это уже сумрачная зона. Судя по описанию, общий сюжет такой же, как и в прошлом фильме. Окей, посмотрим. Короче, в этом фильме чувак увидел НЛО в районе местности Монтаук, и с ним после этого связался вот этот мужик в маске, и рассказал, что под фортом Хира находится секретная база. В общем, все как по сюжету предыдущего фильма. Потом главный герой рассказал о том, что ему приснился страшный сон. Короче, первые 20 минут фильма он просто рассказывает офигительные истории. А затем едет в этот самый Кэмп Хиро, где еще 15 минут он просто ходит вокруг этого заброшенного радара и словами пересказывает всю эту конспирологию. Затем решает вернуться туда ночью, где с полчаса бегает по лесу от двух мужиков, которые делают вид, что не замечают, как он светит прямо в них своим фонарем. И в самом конце фильма главного героя похищают пришельцы, оставляя нас наедине с вопросом, кто же, блин, тогда выложил это видео? Короче говоря, этот фильм смотрится чудовищно, скучно. Да, еще один важный вопрос, который ставит этот фильм, звучит так. А че, так можно было? Наснимать просто всякой фигни, бегать не рассказать какую-нибудь конспирологию, и это фильм, который даже на МДБ есть. Прикольно. Всем пока.